У Майя Санду самый большой антирейтинг в стране. 55-60% населения Республики Молдова говорят, что Молдове нужен другой президент. Это показывает опять все опросы. Дальше кто как это понимает, но кто-то понимает, что Майя Санду 100% выиграет. Нет, внутри страны у Майя Санду нет ни единого шанса выиграть эти выборы. Я напомню, что четыре года назад, когда мы вышли с Майя Санду во втором туре, у нас внутри страны было 50 на 50 процентов, условно, плюс-минус процент или полтора. У Майя Санду сейчас рейтинг намного хуже, чем был четыре года назад. Эти четыре года беспредела и тех обещаний, которые были даны, привели к тому, что люди больше не верят нынешнему президенту. И это факт. Это мы чувствуем, это вы видите везде, когда общаетесь с людьми. Поэтому с учетом того, что люди увидели настоящую Майю Санду, увидели на что способна эта власть, внутри страны у них шансов нет. Если бы они были уверены в своей победе, нынешняя команда, нынешний президент, то они бы не делали столько изменений в законодательстве и столько попыток разными махинациями для того, чтобы получить преимущество на этих выборах. Чего стоит голосование по почте? Которое никогда не было в Молдовике, которое является очень сомнительным инструментом этих выборов. И оно ставит под вопрос легитимности и конституционности результата выборов. Потому что нельзя давать право голосовать по почте человеку из США и не давать в Италии. А вы думаете, голоса за рубежом по почте будут сильно результат менять? Все зависит от того, каков будет результат внутри страны. Но исходя из того, что голосование по почте, результаты придут после подсчета результата внутри страны. Я считаю, что это инструмент манипуляций и махинаций со стороны Майя Санта. Понимаете, если внутри страны будет 60 на 40 в пользу оппозиции, что по всем нашим замерам, то, что мы чувствуем, примерно так должно быть. И большой фальсификации внутри страны, без того, чтобы это было явным, невозможно. Если результат будет 60 на 40, то есть примерно там разница 300 тысяч голосов внутри страны в пользу оппозиции, тогда у Майя Санта никаких шансов химичить с этим голосованием по почте нет. Поэтому выборы эти будут очень-очень непростыми. Но уже на данном этапе, я думаю, что все согласятся, что Майя Санту идет к фальсификации этих выборов. Если мы увидим и зафиксируем голосование по почте сотнями тысяч, хотя в Соединенных Штатах, в Канаде на прошлые выборы голосовали 10 или 15 тысяч, которые не меняют ход или результат выборов. Если мы увидим эти махинации, я думаю, что оппозиция, надеюсь, хотя бы в этом случае объединится, не признает эти выборы, объявит, что президент избранный по таким махинациям не может быть легитимным, и после этого принять решение, как мы действуем все вместе.